Они мне сказали, ты, Федя, пропагандист, полтора часа говоришь и непонятно о чём. Кому непонятно? Вот я скажу вам, а вы мне скажите, понятно или нет. Я решил сказать, потому что я старше их, не по возрасту, а по годам. Конечно, да, конечно, надо выражаться так, чтобы тебя понимали, чтобы ты сам себя понимал, и чтобы все остальные не забывали о силе слова. Потому что слово это сила, слово это, слово понимает каждый, но ему нужно объяснить. Речь пойдёт о слове, о силе слова. Это сила, о чём я ниже буду перечислять. Вы заглянули в цех, и вас бросило в жар от холода. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Значит, воспитательная работа в кочегарке ведётся? Да, не ведётся. Там сменили руководство. Парень молодой, ему 24 года, он 53-го года рождения. Прошедшему тоже 24 года, но он 38-го года рождения. Конечно, да. Конечно, новая метла метёт проницательно. У неё свежий взгляд. Но в каждом деле нужен свой запивало. Ты запьёшь, другие подхватят. И уже всё пошло, покатился участок на первом месте. Но их никто не ругает, и они пару не дают. Вот пример приведу. В подшеркном колхозе двое наших пожинали чужие плоды, то есть грузили навоз. Ну что, погоди смеяться. Слушай, так они вместо этого послали председателя и лошадей матом на поля? А сами пошли на танцы. Отставание воспитательной работы становится хроникальным. В конструкторском бюро на потолке обнаружены следы неизвестного животного. А мы не знаем, что это за животное и животное ли это вообще. Может, это потолок протекает. Нужно людей водить в музей и на примере первобытного человека показывать, насколько мы оторвались. Перехожу к спорту. Спортзал. Фундамент – да, стены – да, крыша – да, паровое отопление – нет, рамы – нет, стёкл – нет. Поехали в главк. Вырвали рамы, выбили стёкла, оторвали отопление. Спортзал готов. Кто висит на турнике? Инструктор. Вбили два кольца в потолок. На них ни одного человека. Вот отсюда наша хилость, и мы будем хилять, чем дальше, тем больше. Перехожу к самодеятельности. Вместо того, чтобы выпьем же, петь и танцевать на улице, иди на сцену, мы тебе аплодировать будем. Так нет. Мы свой балалайочный оркестр передали с баланса на водораз родильному дому. У них будет самодеятельность? У нас нет. Устроили мне экзамен, собрали комиссию, и я говорю, вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами. Нет, говорит Федя, меня Федей зовут. Нет, говорит Федя, мне 40 лет, всё, Федя, Федя. Нет, говорит Федя, ты, говорит Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Ну, сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты Федя говоришь долго, но непонятно о чём. Кому непонятно? Вам понятно? Вы же смеётесь, значит, всё понятно. Вот всё. Спасибо за внимание. Я не знаю, я рад, если вам действительно смешно, я очень рад. Спасибо.